Привет, дорогие друзья! Всем привет из Канады! Я не могла удержаться, чтобы не поснимать вам эту красоту. Вот это то, что я вижу из окна своего дома, когда я сижу и работаю из дома. Посмотрите, какие прекрасные желтые листья. Я сейчас поищу вам красные. Ой, а красные все уже опали. Здесь было несколько деревьев с такими красивыми красными листьями, но я не успела. Я, может быть, сейчас пойду на соседнюю улицу и поищу там. Посмотрите-ка, вот кто любит шуршать листиками. Вот оно самое то. А вот здесь вот видите, все красные листики уже ушли. Какая красотища! У нас такая теплынь. Я не знаю, когда я выложу это видео, но сейчас у нас конец октября, и у нас самое настоящее бабье лето. У нас солнце, у нас тепло, у нас 18 или 20 градусов. Представляете, немножко ветер. Вот видите, смотрите, как апрель. Так, я пошла. Вот они все облетели. Я пошла искать красные еще листочки. Но хотела вам это все снять, потому что такая красота, она сегодня-завтра уже все. Я уже, видите, даже много чего не застала. Вот все вот эти клёны красные, они уже все их листили здесь на земле. Ой, какая жалость. Кто ж там тарахтит, господи! Как только я выхожу снимать. Я прям вышла в кофте, и мне прям реально жарко. Я сейчас, наверное, разденусь, потому что, слушайте, конец октября, у нас 20 градусов, солнце светит. Это не видано, просто не видано. Вот. Я буду вам это все показывать. Если найду что, посмотрите, уже нет листьев. Эх, как я поздно. Я вам попытаюсь показать все, что найду, красивое. У меня есть целое видео. Мы ездили на прошлые выходные. Посмотрите, какой ковертный у из листьев. Вау! Вот, классно! На прошлые выходные мы ездили на север, на спорку с друзьями. Видите? Сейчас попозже включусь. Я тут хочу белку поймать. Она тут бегала, но я не успела. Посмотрите, какой красивый клен. Это канадский, это не канадский, вернее, это японский клен. Посмотрите, каким красивым красным цветом он цветет. Мы ездили на эти выходные на север, на природу, на озеро, в общем, в Кодедж. Мы там жили пара дней, и я там кое-что снимала. Но я, честно говоря, еще никак не могу это смонтировать, потому что, потому что руки не доходят. Я снимала очень обрывочно, как-то, знаете, без ума, во всяком случае, мне так кажется. Снимала просто все подряд. Там очень было красиво, пока еще не облетели все вместе. Да, опоздала я на листики. Как помните в этом мультике паровозик из ромашковых? Если мы не увидим рассвет, мы опоздаем на целую жизнь. Вот и я так. Как жалко. Здесь такие красивые. Они покраснели, облетели, и даже уже стали какие-то коричневыми. Но здесь вот есть красивые. В общем, понимаете, у нас это как-то очень странно. Поменялись цвета. У нас вот красные листья уже облетели, а желтые вот только еще в самом разгаре. Обычно это было одновременно. Вот это что за дерево? Это куст какой-то. Какой-то дуб. Листики как дубовые. Видите, он красный, зеленый, еще разных цветов. У нас обычно каждый год каждый год красные и желтые листья желтели и краснели одновременно. И была вот эта вот желто-красная красота, багрец и золото, то, что у нас называется. А в этом году, видите, желтые только сейчас стали желтые, а красные уже все оплетели. Очень жалко. Но, во всяком случае, я надеюсь, что кое-что все-таки мы заставили. И кое-что я вам покажу. И, конечно же, я вам покажу новые видео из нашего путешествия. Вот так у нас к осени украшают дома. Видите, как красиво? Какое у них красивое крыльцо. К лету у нас стоят летние цветы, осенью у нас стоят осенние цветы. И написано осень, и веночки. Эти молодцы. Вот эти ребята, они всегда очень, очень правильно все делаются. Там у нас есть уже украшенный домок Хэллоуина. Ну, собственно, наверное, это видео уже будет после Хэллоуина. Ну, вот такие маленькие всякие детали. Заборчик такой из черепов. Ну, смешно. Вот, смотрите, видите, тоже как интересно. Сверху совершенно красное, а внизу еще зеленое. И вот у них тоже очень красивые цветы осенние стоят перед домом. В общем, короче, я буду идти, что буду видеть красивое, а то буду снимать. Вот. Мне, конечно, очень сильно мешает ветер. Вот такое красивое дерево. Ну, как не снять такую огненную красоту и при ней осенние фигурки. И вот, смотрите, какой прекрасный собакин тут лежит. Вот чудо же. Просто чудо. И снова красивый вход. Красивый веночек. всякий чучело стоят на входе. Хозяйка этого дома увидела, что я снимаю ее собаку, ее вход. Она вышла так на меня посмотрела. Я ей говорю, у тебя такой красивый вход в дом, такая красивая дверь, и такая красивая собачка. Я просто фотографирую красивые картинки осенние. она разлыбалась, расплылась в восторге и не стала на меня ругаться. Хотя канадцы не любят, конечно, когда снимают их дома, их двери. Они не понимают, зачем. Вы знаете, блогинг в Канаде это вообще такая ну, не очень существующая вещь, особенно, если учесть, что я не живу в самом Торонто, а живу я в пригороде. здесь в основном население взрослое. То есть, дети, конечно, есть, молодежь, конечно, есть, но блогеров здесь точно родит. Поэтому для людей очень странно, что кто-то снимает и фотографирует их дома, их улицу. Они как-то сразу начинают подозревать что-то что-то некрасивое в этом, что-то не... Ну, в общем, какой-то, короче, подстава. Вот. Но я объяснила ей, она не разозлилась на меня. А наоборот, вот видите, чучелка-клоун страшно стоит к Хэллоуине. Тоже вот дверь они так украсили. Она поняла мой порыв и, в общем, даже, по-моему, ей было приятно. Вот представляете, до сих пор еще розы. Все-таки эти осенние цвета и вот такие ярко-ярко-красные розы. Вот, кстати, по поводу съемки я хочу сказать. В разных странах на самом деле разные законы, разные порядки. понятно. Короче, ни одному человеку не нравится, когда его снимают. Неизвестно кто. Почему? Потому что он не знает, как эта съемка будет использована и куда поместят его изображение. даже если человеку нечего скрывать. Даже если он совершенно ни в чем не виноват и вообще просто находится совершенно легитимно вот в это время на этом месте, но человек никогда не знает, что сделают с его изображением. Ну, понимаете, глядя на меня, трудно представить, что я там какой-то шпион или какой-то там хакер или кто, что я возьму его изображение, вставлю в какие-нибудь там непристойные картинки или что-нибудь в таком духе. Но никто на самом деле не знает, что для чего и когда будет использовано. Поэтому я понимаю, вот если бы я не была блогером, громко, громко сказано, если бы я не была блогером, как будто я какой-то уже прям такой блогер, у меня миллион подписчиков и я такая прям вся такая блогерица. Но тем не менее, если бы я не была блогером, я бы очень как бы ну может быть тоже бы не очень бы хотела бы, чтобы меня снимали, чтобы снимали мой дом, потому что вот у меня недавно знакомые мои, я мне его показываю или дорожку я хочу показывать вам. Просто у меня солнце отсвечивает и на экране очень плохо видно, что на самом деле происходит. У меня знакомые недавно рассказывали, что кто-то у них по улице ходил, у них фотографировали их дома. И у них есть там чат такой групповой, их улицы, их районы. Все очень напряглись, все стали это обсуждать, все стали как бы возмущаться, что такое, что происходит, почему-то кто-то фотографирует наши дома. Зачем кому-то это надо и для каких целей? Причем это явно так сказать, ну, приватный человек, не там Google Map или что-то такое. Вот, поэтому как бы это, конечно, такое дело, что народ не очень любит. Хотя канадцы очень приветливые, такие да пожелательные люди, но они тоже как бы не совсем любят, когда нарушают их личное пространство. а фотографирование человека это, в общем-то, нарушение их личного пространства. Фотографирование дома это тоже некоторым образом нарушение личного пространства. Вот, смотрите, какие они тыквы понаставили на улице. Вот, видите, как здорово на крылечке. Прикольно, да? Это, кстати, осеннее такое развлечение для детей. Покупают тыкву, взрослые садятся с детьми и начинают вырезать на улице наделать по темнице. И начинают вырезать всякие мордочки на тыкве. Ну, как бы страшные морды, типа такие осенние. Мы что-то в этом году даже тыквы не покупали. Обычно мы тоже покупаем осенью, ставим дверей для украшения. Вот, как вот у этих ребят было. Ну, что-то в этом году у нас ну, как-то не получилось. Мы уезжали, потом мы вернулись и уже, в общем, какие уже тыквы, уже поздно, потому что уже пора. Уже скоро уже снег, зима и уже никакие тыквы будут не нужны. Вот. Короче говоря, когда я в магазинах снимаю, на меня люди смотрят очень-очень странно, мягко говоря, и недоброжелательно. Я уверена, что то, что я сейчас хожу и снимаю, вот люди, приезжая в машинах, тоже пяльцем на меня, как будто у меня две головы. Хотя их вообще даже не видно, понимаете? вот. Ну, и продавцы, конечно, тоже по-разному к этому относятся. Очень многие прям очень не хотят съемки. Вот. И в некоторых магазинах, кстати, я вам рассказывала тысячу раз, меня просто не разрешают снимать. Меня просто тупо выгоняют вон, вернее, не выгоняют вон, а просто запрещают мне снимать. Хотя у них на входе, на входе нигде не написано, что снимать нельзя, потому что я специально читала закон. У нас написано по закону, что снимать можно в общественных местах, если только не стоит какой-то знак, именно знак специальный, что снимать нельзя. И вот тоже самое магазин. Магазин это общественное место. С одной стороны, с другой стороны, это частная, частная, так сказать, территория кого-то. То есть хозяев магазина, там, которая принадлежит магазин. Вот. Ну, то есть это спорное дело, я не знаю, если честно, но ни на одном магазине, где меня не разрешали снимать, не было таблички на двери, что снимать нельзя. Вот. Поэтому я всегда, когда прихожу и пытаюсь там что-то снимать, всегда очень, так сказать, стараюсь не болтать сильно камерой, не так, чтобы меня прям сильно было видно, потому что, ну, короче, не хочу нарваться. Выключилась, теперь не помню, о чем я говорила. Великий блог. На полусловие. На полусловие забыла. Короче, я про съемку, про съемку, про съемку, про магазины, где мне не разрешают снимать. Да, что я стараюсь не светиться своей камерой и стараюсь снимать втихаря, если честно. Меня ругают, что неинтересно смотреть пол магазина, что вещи попадают только в нижнюю часть, что ничего не понятно и ничего не видно. Ну, правильно, я стараюсь так снимать, чтобы не было видно, что я снимаю. Даже, когда я снимаю с камеры, я стараюсь сделать вид, что я просто в телефон разговариваю и держу его так вот, как будто бы я просто разговариваю. Поэтому не всегда получается хорошо. Но это не потому, что я такая бестолковая этому саму, ну, отчасти поэтому тоже. Это потому, что я стараюсь снимать, чтобы не было особенно не бросаться в глаза продавцам, потому что они всегда, даже когда они разрешают мне снимать, они всегда смотрят на меня косо, как-то странно, как-то вообще не понимают, что происходит. Они думают, может, я какая-то проверяющая или какой-то человек, который хочет их как-то заснять, что они делают, потом, может быть, послать там в их офис центральный, чтобы пожаловаться на них или что-то. Но вы понимаете, что никакой человек не любит, когда его снимают нигде. Если он специально не попросил его снимать, если он не знает, для чего это делается, спросить, для чего они меня не спрашивают. Вот интересно, да, интересна психология людей. Они смотрят на меня, косятся, но не спрашивают меня, а зачем ты снимаешь? Понимаете, я могу им ответить, что у меня вот канал на YouTube и я для этого снимаю. Очень сильно подозреваю, что после этого их отношение к моим съемки не изменится. Потому что канал на YouTube это как бы то, что увидят очень много-много людей и разных, странных, необычных, непонятных, и они тоже не очень хотят светиться на такое количество людей. Потому что, поверьте вы или нет, но не все люди хотят, чтобы их показывали на YouTube. Вот. Я пока вам снимаю, вы пока смотрите и слушайте мою болтовню. Вот такую вот всякую красоту. Просто надо же о чем-то говорить, я же не могу вот так лучше ходить. Хотя ветер, конечно, мне не мешает. Вот. И возникает такая вот странная ситуация, понимаете. С одной стороны снимать не запрещено, с другой стороны никто, совершенно никто не любит, когда их снимают. Если они не знают, для чего их снимают. Если они знают, что это для YouTube, они тоже не очень-то приходят в восторг от этого. В общем, короче, я, честно говоря, очень завидую. Есть блогерши, я смотрю на них. Они без всякого стеснения идут и снимают везде, где только вот просто держат телефон перед носом и снимают все, все, что видят. Вот просто идут и бла-бла-бла-бла-бла-бла и снимают вообще в больших городах, маленьких городках, в магазинах, абсолютно везде. У меня всегда вот какой-то такой комплекс непонятки и стихнений, потому что я понимаю, что я причиняю людям какое-то неудобство, и мне очень это неприятно. Я очень не люблю это делать. Плюс ко всему, знаете, в Канаде как бы, понимаете, когда человек, допустим, где-то в Европе живет, и там достопримечательности, и там все что-то снимают, тогда это еще как-то, ну, никто не обращает внимания. Вот здесь вот я иду по своему спальному району, свой маленький городок, пригород Торонто, снимаю дома, снимаю людей, для них это странно, зачем я это делаю, собственно говоря, нафига, и вот я уже говорила, что знакомые мои вот так в чате в своем уличном очень возмущались и обсуждали, что кто-то ходил и фоткал их дома. Я молчала, потому что я хотела сказать, может быть, этот человек снимает для Инстаграма, о, красиво как и вот такие вот красивые осенние букеты. Может быть, этот человек снимает для Инсты, для Ютуба, для ТикТока, я не знаю для чего, просто снимает дома, снимает улицу, но для им это непонятно зачем, что значит, что на ТикТоке показывать улицу, что в этом такого, или на Ютубе показывать улицу, что в этом такого. Вот красивый вход и очень-очень красивый клен у них. Я сама, когда вижу, что кто-то снимает, я всегда с таким интересом смотрю на этих людей. Мне всегда интересно, этот человек блогер, или он просто так снимает от нечего делать, или он такой же больной, как я, блогер. Вот, кстати, этот дом продавался. Видите, здесь написано, вывеска висит, что он на продажу, и уже висит вывеска sold. То есть, они этот дом продали. Чтобы вы понимали, сколько у нас стоят дома, я, когда выставили его на продажу, я пошла посмотреть на веб-сайт, что там внутри и сколько они за него хотят. Этот дом хотели 2.6 миллионов долларов. Ну вот, представляете, да, он, конечно, большой дом, большой, красивый дом, у них бассейн во дворе, там, я не могу сказать, что он как-то очень красиво отделан, плюс ко всему, у него сзади, возле, на его бэк-ярд выходит в лес, не на улицу, не на другие дома, а в лес, это тоже очень, очень ценно у нас. О, красивые букеты. И вот посылочка. Видите, у нас так просто оставляют посылку, и все. И у них, кстати, камера есть на двери. Поэтому они, даже если кто-то посылочку подберет, они увидят, кто это. И то, что я сейчас с телефоном тут хожу, они тоже, их камера тоже запечатлела. Короче говоря, этот дом очень долго продавался, он долго не мог продаться, они спускали, спускали на него цену. Я не знаю, за сколько они его продали, в конце концов, но продали. У нас у многих, кстати, камеры на дверях стоят, несмотря на то, что наш город считается такой тихий, благополучный, считался, считается. Господи, где сейчас тихий и благополучный, скажите? Где такие есть места на земле? Когда мы сюда приехали 15 лет назад, это действительно был тихий, благополучный город. Сейчас, если честно, вот мне только сегодня переслали видео о том, что в Оквеле, вот у нас в городе, где я живу, ограбили три дома на одной улице. И вот, смотрите, какие у них тыквы красивые, посылочка тоже лежит, смотрите, какие прикольные, да? На одной улице ограбили три дома, в одном из домов внутри стояли камеры, и они засняли этих грабителей. Они там шарились по кухне, дома никого не было, они шарились по кухне, там в холодильник влезли. Смешно, да, грабить их? Им кушать нечего. Такие здоровые лбы, здоровые лбы, такие мужики, лет в районе 30, один пузатый такой, другой все такие рыхлые, такие, знаете, не какие-то какие-то не подростки, которые, в общем, по холодильнику шарятся, когда они влезают в дом, а здоровые мужики, в районе 30, плюс-минус лет. И камеры они засняли. Очень хорошо всех видно, все-все-все личики прямо были видны, они даже лица не закрыли. Такое дурачье, неужели непонятно было, что в доме могут быть камеры? Вот скажите мне, даже я, человек далекий от криминала, понимаю, что когда ты лезешь в чужой дом, среди бела дня причем, лучше все-таки личико чем-то прикрыть. Они были как бы в перчатках, то есть они как бы отпечатки пальцев боялись свои оставлять, а лица свои оставили. Неужели нельзя было додуматься? Причем один торчал у входа, у двери, значит, караулил, типа. И у входа уж точно полно камер у нас. Очень много камер всегда у входа. На двери, как бы на входной двери висит где-то камера, что снимает все, кто прошел, кто зашел, кто вышел. Вот. А уж и этот тоже стоял без маски, без ничего, с открытым лицом. И те, кто в доме шарились. В общем, они украли деньги, украли драгоценности, еще несколько домов ограбили на улице. Теперь их ищут. Короче, вот мне прислали сегодня такое видео. Причем дома красивые, дома явно хорошие, дорогие. Они, видимо, лазают не просто так, они знают, что живут люди богатые, у которых есть что брать. Вот. Так что я к тому говорю, что где сейчас тихо и где сейчас спокойно. Мы, когда приехали сюда, мы практически входную дверь никогда не закрывали в наш дом. А вот сейчас, глядя на этот ролик, который мне прислали с этими воришками, там стоит такой офицер полицейский и говорит, вот смотрите, вот кто их знает. И, пожалуйста, товарищи, жильцы нашего прекрасного города. Здравствуйте. Опять кто-то что-то пилит. Сейчас пройду мимо, продолжу. Короче, товарищи, жильцы нашего прекрасного города, пожалуйста, запирайте входные двери и дверь, которая выходит у вас на двор, на задний, тоже, пожалуйста, запирайте, если у вас нет дома, потому что именно так они и пролезли. Они пролезли через, пролезли через задний двор и дверь была открыта через кухню. через задний двор и они в него, значит, вот так вот влезли в этот дом. А вот смотрите, дядечка, вам не видно, наверное, стоит на лестнице. Где дядечка? Вот. Видите, стоит на лестнице и вешает огоньки к Новому году, к Рождеству уже развешивает. Вот так у нас уже все, уже все готово к Рождеству. Полный магазин всяких, всяких елок, игрушек и здесь что-то пилит или это все там же сзади. Короче, я вот вышла показать вам нашу осень, поговорить ни о чем, просто бродилки и болталки и, наверное, я буду закругляться, возвращаюсь на работу. Я гуляю в свой обед и вот на фоне вот этих вот прекрасных, по-моему, сейчас самые красивые вот эти вот деревья. Я с вами, наверное, попрощаюсь. Посмотрите, какие они красивые. Такие красно-зеленые еще. Вот прям такая типичная осенняя картинка Канады. Все, друзья мои, всех люблю. Целую. С вами была Дита. Всем пока. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok